Итак, заливаем мяту. Видишь, какой зеленый станет? Кстати, сегодня красивый, хороший цвет. Ну, на фоне шкафа он не выглядит зеленым, но я верю. А шкаф зеленый? Нет, шкаф коричневый, бутылка просто цвета мочи. Так. Что? Ты слышал, когда еще человек на кулинарное шоу? Он говорит, спасибо, но только бутылка цвета мочи. Ну, если бутылка цвета мочи, то как бы... Обычно такого в кулинарных шоу просто не показывают. Это вырезают. А, ну все, ты и вырежешь. По-своей же словам. Ха-ха-ха. Здрасте. Это очень странный был ракурс. Ладно, самый странный ракурс, который я снимал. Спина? Да, твой затылок на фоне одинокой сковороды. Опа, как оно? Нормально. Так, у нас тут уже есть и сахар. У нас есть все. А теперь мы сделаем все второй раз. Да, второй раз. Да, еще сиропчик. Да, еще добавили чуть-чуть. Видишь, он вспенился. Да. Я на днях случайно дважды в одну или ту же бутылку. Ну, сладко. Ну, все. Оп. Ну, маленькая. Только надо хранить еще. Напиток себе. Так ты... Не убирай. Ой, я люблю газировку, да. Ну, я тут стараюсь ее не пить, конечно. Не, я тут не люблю, да. Ну, в последнее время, да. Ну, ты понимаешь... Ну, ты... Ой, ты красивый, да. Да, все. Это романтика. Продолжаем. Ну, я никого не нанесу. Ну, давай, тебя ты возьми, помашу. Ми-и-и-и. Ми-и-и-и. Меня изгоняют мятой. А-а-а-а. Я тебе носу хотел потереть мятой. Что? Носик. Носик мятой? Да. Зачем? Потом бы пах мятой. Носик. Можно было бы не хотеть говняжку, а пахло бы мятой, кстати, удобно. Ага, то есть вот чем я по-твоему занимаюсь, когда я не прихожу к тебе в гости. Естественно. Естественно? Что там, Саша? Мне нравится твоя забота, ты всё-таки переживаешь обо мне. Конечно, да. Всё-таки раз нюхаешь, ну хоть с датой, да? Да, ну хоть с датой. Сиропчику ещё можешь предложить, наверное. Да, сиропчик с пюре. Отлично. Только пересматривал сериал «За избирать». Ты видел? Да. А сиропчинка с пюрешкой. Песенка была. Плохо помню. Да. Ну, ты, наверное, на английском смотришь, а там вообще не сиропчик и не пюрешка. Да я вообще плохо помню его, но мне не особо понравилось. Сколько он же милый какой-то. Я только думал, ты же зарёшь. Да, точно. Ты же не любишь милого. Он не милый, он жуткий. Ну, места не жуткие. Он жуткий. Ну, лягушка. Милая же была. Ну, ничего, но он жуткий. Так, хватит тебе ещё. Я ж не знаю. Ты же эксперт. Да, я сам не знаю. Мятный эксперт Антон. Это звучит как на какой-нибудь сексе с Анфисой Чеха будет заниматься сексом, только нюхая мяту. А это просто на каком-нибудь ток-шоу. Мятный эксперт. Как ты вспомнила вообще об этом? О чём? Про секс Анфисы. Ну, просто вот эти подписи мимичные, они ж всегда там типа секс Анфисы. Я помню, я его смотрел. Потерял девственность на пенсии. Да, да, да. Ты пиздец. Да. Так, ну мы опять на мню. Это моя самая нелюбимая часть. Я очень надеюсь, что когда... Добавим экшена. У-у-у-у. Странно выглядит. Можешь спеть. Нет, знаешь, надо... Можешь спеть. Я же хотел сказать, что надо включить Satisfaction. Ахаха, да. Вообще в Банасе что-то прям. Лето пришло. Да, вот так вот именно. Ну, может это нормально, что я увлекся и плюнула на экран сразу? Тссс. У меня в квартире нормально. Ахаха, ну понятно. У меня тут не только вливали, не только на экран. Я шучу, конечно. Конечно. Ну, на монитор, например, компьютеры надо было. Ой, боже, да. На монитор это вообще самое грязное место квартиры, блядь. Нет, Клава, наверное, самая грязная. Клава самое вкусное место. Ахаха. Самое питательное. Да, да. Тебе нужно месяц питаться. Неожиданный ракурс. У-у-у-у. Ты скрываешься за мятой. Ой, как эти... Что? Как эти актеры говорят. Давай. Ты же готовишь. Это ты должен, значит, рассказывать. Да. Если ты готовишь. Да, блин, садисфэкшном, правда, не хватает на фон. Да. Да. Ты должен наложить его. Ну, бля, сорянчик. Я не буду уж голову морочить. Да ладно. Я тоже мог бы включить на телефоне, но тоже не. Да. Так, мы добавляем чего? Чего мы добавляем? Сахар. Сахар. Добавляем. Мы будем снова полить сахар? Нет. Сначала нужно сюда добавить. Ааа. Я просто пропустила этот момент. Я же тебе делаю правильно. Я же тебе делаю правильно. Там прям в начале добавил. Лучше у Саши еще. Ах, ну Саша мерзавка. Признаешься? Я даже не скрывал. Чего-то признаваться. Вот. Чё, я только работа с отмиром. Могу взять и коги потом. А где? Да. Что я скажу? Что ты скажешь? Ааа. Копайте. Ах, как он мне нравится. Мой любимый, блядь, доктор. О боже мой. Я говорю, что он мой любимый доктор. Он мой любимый доктор. Нет? Чё? Ванильная девочка. Ну я не знаю. Ты ванильный Антон. У меня общение с ванильными Антонами больше опыта, чем с ванильными девочками. И как тебе любят ванильные Антоны? Ну вот, приблизительно, как на вышеуказанном примере. С кетчемом. Да, да. Так. Остро реагирует на Капальди. Все? Наверное, да. Статистика какая большая. Статистика показывает, да. Мне нравится, что звезда этой кулинарной передачи твоё ухо. Почему-то оно лучше всего в кадр помещается. Видите, она красивая. Да, она очень кулинарная, видимо. По схеме Ван Гога что-нибудь? Отрежу сейчас. Жижа пошла. Да. Нас на работе повесили, типа для дезинфекции. Жижа? Это бутылочка. Мы её называем жижа. О. Она типа со спиртом и так пахнет. Пахнет жижей. Да. Ты прикалываешься, что один коллега приходит и её так в бутылочку. И нету жижи. Дома клавиатуру протирает, наверное. Дома спирта нет просто? Ну да. Был сегодня на Гвельплазе. Зачем? А там никого. Угу. А кто там должен был быть? Шесть. Сейчас. Семь. 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 Копальтик. Охо. Странно, что его не было. Вы, наверное, размянулись. Было бы смешно, если б был. А я Саша, а вот шерточки. Мэри Тэннент. Бэт Смит. Приезжайте всем, Дэннер. Да, устроим бесплатный концерт. Да. С салютом. За два миллиона. Тогда он не сильно бесплатный. Ну салют платный. Концерт бесплатный. Что ты снимаешь? Ну давай снимаешь, значит, лимон. Снимаем лимон. Лимон, ты готов? Поздно спрашивать уже. Да. Теперь их будет два, это будет раздвоение. То есть это лимон и червь. А? Лимон и червь. Червь? Ну ты сделал два лимона путем разделения. Да. Ладно. Так, а теперь давай червя. Вряд ли размножится. Вряд ли. Это не аппетитно получается у тебя. Так. Ну я, наверное, поэтому не снимаю кулинарные передачи. Да? Да. Черви не дают. Черви не дают. Черви не дают. Сфильтруем. Удобно раньше рукой, но рукой не так, конечно. Ну что, знаешь, как в этих кулинарных передачах там эти сильные мужчины делают вжух и все. Ух, да. Мне кажется, они специально тренируются годами для этого фокуса. Они берут какие-то супер мягкие лимоны на самом деле. В этом весь фокус. Это типа бутылку вот здесь специальную бутылку. Да, да. Как сахарное стекло. Вот анекдот от нашего начальника. Не то чтобы смешно ее в тему. Так. Так. Ну так всегда. И крутой. Берет лимон и выдавливает еще пасака. Ага. Ну все аплодируют. Селаюсь. Как? Говорят, как тебе это получилось? А может человек говорит? Ну просто я одного из пектора, я из кого кушу добых. Ну да. Вот. Достал кукурузу, чтобы сделать мохито. Нет, я поскорее осматривала. Просто знаешь, перед приготовлением мохито стоит досмотреть самую кукурузу. На всякий случай. Значит позже. Ну блядно. Шо е, то е. Ого. Маленький класс, да? Вау. Это не похоже на кукурузу, думает Антонио. Все правильно, да? Правильные шаги. Похоже на мяту. И это хорошо. Отлично. Да. Это домашнее наше мято из огорода. Чудно. Со своего стола. Со своего стола. Да. Вот. Это у нас. Со своего стола из почвы. Вот. Вот. Тогда уже если делать, то показывать. О, все. Наши кулинарные передачи. Давай. Джейми Ольвер сейчас обзавидуется. Ой. Смотрите. У него есть, как это называется? Ступка? Да. Я ж буду толочь. Ну ты же профессионал в мохито, конечно. Ну у него есть. Сколько мохито уже полегло, Антонио? Расскажи. Ну что полегли? Полегли. Они стали... Что? Легли в основу. Господи. Легли в основу. Да. Положили свои тела на алтарь кулинарии. О боже. Да. Итак. Жертва приносим мяту. Это первый шаг. Танцуем ритуальный танец кукурузы. У меня не поместится твой ритуальный танец. У меня слишком объектив не отдаляется дальше. Если только ты будешь танцевать пальцами рук. Булочками. Давай. Пляши. 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 Все. Ладно. Все. Все. Ладно. Еще два часа танца. Два часа танца, блядь. Ну тебе придется танцевать уже в одиночестве. Ну это на ваше воображение, так сказать. Вот. Так. Это будет долго. Ну я сниму это. Это же сахар на пузе корги. Очень странно, что не на жопе корги. Как-то непрадиционный подход к корге. Видео или фото. Теперь сахар. Топчем сахар. Сейчас вообще сахар я добавляю посредине. Это ты меня сбила. Я? Я только что зашел уже виновата. Уже все. Все. Провалено. Выкидываю. Блядь нахуй. Ой, ложечка ТЭТ. Обожаю. У меня их, блядь, миллион. У меня есть круглые. У меня их, блядь, миллион. Откуда у тебя? Это Ахмат. Я уже испугался. У меня еще есть кружка ТЭТ. У меня есть Витязь, где он был. Витязь. 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 Где Витязь? А, Добрыня. Что с тобой, Антон? У тебя уже с маркетингом. Какая разница? Саша помогает. Антон, вперед. Топчи энергичнее, Антон. У-у-у-у. Если мама не будет смотреть, да, не помню. У-у-у. Так. Мы доминаем. Ты снимаешь? Мы доминаем. Доминируем над этой мятой. Над этой мятой. Да. Мы показываем, кто хозяин. Она уже, по-моему, поняла. Как тебе нравится эта мята? Как мне нравится мята? Я никогда не думала, как именно мне нравится мята. Не, ну насколько она, знаешь, готова? К чему? Она уже, по-моему, все. Вот она идет в шок, мы видим. Я думаю, что все хорошо. Все хорошо, говорит он. Мяту так уже не считать, мне кажется. Я не думаю, что у нее все хорошо. Думаю, сейчас еще лимон. Карамель! Никогда не видел, как делают карамель. Ну, в смысле, в реальной жизни. Клохо. А куда ты все тут? Ты просто наливаешь карамель. А смысл? Ты можешь просто сахар? А вот если мы насыпем просто сахар, вот газ выйдет. Там будет вот такой гейзер. Будет не тру. Да. У тебя будет гейзер. Я же говорю, это необязательная часть. Ты газировку наливаешь? Да. Вау. Вау, ребят. Хитрое лицо говорит о том, что он знает, что делает. Гейзер. 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 Продолжение следует...